Вот мы так занимаемся. Поднимай, поднимай. Поднимай, поднимай. Ну давай. Молодец. Эти упражнения даются двухлетнему Ване с особым трудом. Ему сложно держать голову и переворачиваться. Мальчик родился в ДРКБ раньше срока. Через два месяца врачи выписали его домой. Отставание в физическом развитии родители заметили лишь через год. Диагноз ДЦП. Малыши уже на ножки встают, опору. Опору он не делал. Он переворачивается. Вот только начинает у меня переворачиваться. Но очень-очень слабо. Помогать надо еще. Голову плохо держит. Спастика в мышцах у него. Вот чтобы ты спастика ушла. Тоже вертикализатор поможет. Вертикализатор мальчику просто необходим, говорят медики. Он поможет расслабить ручки и ножки, укрепить суставы и вывести из легких мокроту. В будущем Ване сделают операцию на тазобедренный сустав. Возможно, тогда он встанет на ножки. А пока ему требуется прогулочная коляска. Гулять на свежий воздух мальчик выходит все реже. Чтобы все приобрести, требуется 471 тысячи рублей. Таких денег в семье нет. Коляска нужна для ребенка, потому что... Ну, обычные коляски мы просто уже не помещаемся. Мы же вторую купили. Мы в них уже не лезем. Просто он по размерам лежа не помещается. А сидеть там просто невозможно ему. Он сидит неправильно. Весь, как сказать... Луковые поддержки нужно. Да, чтобы держалось, вот его надо. Чтобы правильно. Если он будет правильно сидеть, конечно, он будет правильно развиваться. Вот. Если вот сейчас это начать. Позже будет потом упущено. Там и операции на тазобедренные суставы не избежать. И так далее. Множество там. Поэтому очень-очень хотим, чтобы помогло ему. Дома Ваня увлекается музыкой. Очень любит русские народные песни. Помочь ему хотя бы чаще выходить на улицу. Можем мы с вами. Отправив СМС со словом «Дети» на номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. Как внести больший вклад, можно узнать на сайте телекомпании «ГТРК Татарстан» и Русфонда. Елена Марданшина, Ралина Абрамова, Ильшат Бахтиев. Пальмитиск ТВ.